Перекресток улиц Мичурина и Ечина в прошлом совхозная после событий 92-го получил статус памятника. Именно здесь произошла спланированная акция военных подразделений Молдовы. Два бронетранспортера без опознавательных знаков въехали в город со стороны Протягайловки и в упор расстреливали приднестровских жителей. Надо четко понимать, какими методами и способами добивалась демократия на приднестровской земле. И давать этому оценку. Не надо жить в прошлом. Надо помнить прошлое. Правильно расставлять акценты и правильно понимать, что произошло. Почему? Потому что забудем и будет большой риск повтора. А это допустить нельзя. Сегодня уверены, первоапрельские события стали кровавой точкой отсчета начавшейся необъявленной войны. Ее первыми жертвами стали сотрудники милиции, которые за несколько месяцев до кровавой расправы перешли под юрисдикцию молодой Приднестровской Молдавской Республики. Тогда не было ни оружия, ни форменной одежды, ни техники. Но было одно большое желание – защитить свой город и его жителей. На пути преступников стали сотрудники милиции, гвардейцы, которые обеспечивали безопасность родственного города. Шестеро из них погибли при этом в вероломном нападении. Погиб и мирный житель. Но запугать, сломить волю Приднестровского народа им не удалось даже такими методами. Погибших вспоминали поименно. Сержанты милиции Игорь Грек и Анатолий Петров, подполковник Приднестровской гвардии Виктор Таранов, старший сержант Сергей Бабуёк, сержант Александр Барбакарь – они погибли сразу. Через 56 дней умер от ран капитан милиции Григорий Ечин. Пала от рук националистов мирная жительница Елена Спрынчану. Еще 14 человек были ранены. Чудом выжил в тот роковой день и Михаил Лищенко. Он был в машине гвардейцев, патрулировавших город. Он остался как бы под ворохом этого железа. А потом, когда кинулись, что пропал один человек и стали искать. Вот подняли это железо, нашли его, отвезли в больницу. Конечно, были тяжелые операции были у него. Память погибших в то первоапрельское утро увековечена на гранитных мемориальных плитах и в сердцах горожан. Даже спустя 25 лет трагедию не забыть, не простить нельзя. Вспоминая вот такие трагические дни, оно проходит через сердца матерей, через глаза матерей, души матерей. Они проходят как в тот день, когда это было. Потому что терять сыновей, терять своих мужей очень сложно. Хоть говорят, что с годами все уходит, ничего не уходит. Как тот день один к одному все повторяется. О том, что этот день навсегда остается в сердцах преднестровцев, отдаваясь скорбью и болью за тех, кто погиб тем первоапрельским утром, говорили на митинге. Важно сохранить память и передать ее будущим поколениям. Я говорю сейчас больше для молодых. Помните это. И помните, что ваши родители отдавали все силы, чтобы накормить, вырастить, научить. И чтобы вы гордо несли и разговаривали на своем родном. И молдавском, и русском, и украинском, на всех языках. И болгарском, и еврейском. Все 33 национальности. То есть в этом сила нашего государства. Минута молчания и троекратный залп в память о канувших в бессмертие земляках. На гранитные плиты легли живые цветы. А в завершение церемонии воинские почести. Торжественным маршем прошли подразделения Бендерского УВД, кадеты и курсанты. Будущие стражи порядка.